И всем привет, друзья мои, с вами снова я, Кёрплинг, и мы продолжаем наше прохождение Рэйдж Текланг 2, и это седьмая серия, и как вы помните, в предыдущей серии мы узнали, что тот чувак с глазами, это оказывается Слим Когнито, именно тот, который как раз прокачивает звездолёты, и мы получили координаты на его хижину, правда, сейчас мы туда не отправимся, я думаю, мы это сделаем. Ну а далее мы пробрались в химический завод, где мы увидели ещё маленьких три робота, которые нам показали видео вором, и этот вор находится сейчас на планете Сибириус, куда мы и сейчас отправимся, а то сколько уже можно лететь с одной планеты на другую, надо уже поймать его наконец-то, он находится в лаборатории Сибириуса, вот как раз хижина Слим Когнито, туда мы позже полетим, ну вот заледеневшая база Сибириус, надо найти вора и сразиться. То есть тут мы уже точно будем один на один против его. Поехали! Ух ты, нифига себе, это чё такое? Прикольно вообще, очень красивая планета на самом деле, я реально люблю вот эти снежные планеты, всё так красиво. Если посмотреть на карту, что? Чё за бред? Вот сюда нам надо пойти, тут ещё чекпоинт, а дальше чё? А дальше нам надо дойти до этого знака вопрос, но эта дорога очень странная, я не знаю, чё это такое, ладно. И у нас достаточно болтиков для снайперки. Покупаем! Красава, это то, что я хотел сделать. К счастью, у нас всё-таки достаточно болтов, а то в прошлой серии эти маленькие роботы за небольшую сумму денег нам показали как раз это видео, да? Окей, сразу нас встречают очень много тут врагов. Надо чё-то делать, надо взять дробовик. Так, стойте, дробовик где? Это же, по-моему, единственное оружие, кроме снайперки, которое остаётся мне прокачать пока что. Давайте тогда изменим в инвентаре, я хочу поставить вместо Динамо, поставить нашу снайперку, потому что Динамо мы особо не используем так часто. Ну вот и всё. Вот эти самые роботы-пауки, кстати, были в самом-самом начале на планете Аранус, когда мы ещё были, помните, на корабле. Вообще нормально всех убиваем. Эта планета, я думаю, будет очень-очень короткой. Прям пипец, какая короткая. Ну вы же видели на карте, потому что я не понимаю, там реально странная дорога. Интересно, чё там будет происходить. Заходим в этот лифт, надо спуститься. Мощная пушка, кстати, дробовик. Снайперку пока я не использую, потому что, ну, пока нет смысла. Я имею в виду, типа, нету каких-нибудь сильных врагов там или боссов издалека, ничего пока стрелять не надо, так что нормально. И мы сразу видим тут телепортер и чекпоинт, кстати. Надо купить все патроны, значит, если чекпоинт, я думаю, здесь у нас будет сражение с самим вором. Давайте ещё этих чуваков убьём, чтобы немного докачать дробовик. Этот телепортер у нас телепортирует обратно в издалёт, но это нам не надо, поэтому залезаем в этот грузовик. Что происходит? Мы в грузовике, да? Опа! Вот этого я не ожидал. Друзья, мы просто едем. Вот что означало вот эта дорога. Мы по этой дороге будем тупо сейчас ехать. Значит, я думаю, нам нужно просто добраться до самого последнего, так сказать, вагончика. О, а вот и босс появляется у нас на глазах. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ух ты, он лазером постреляет. Вау, жёстко чё-то. Давайте лучше возьмём лансер, потому что лансер это очень-очень мощная пушка. О, смотрите, сколько жизней я ему сразу отнимаю. Очень много, друзья. Всё, так, открылся, типа, багажник. И мы можем залетать. Тихо-тихо-тихо. Отлично. Получилось всё. Кстати, я только что заметил, у моего лансера только сейчас появляется модификация электрошока. Вы же видите, да, я стреляю, типа, там такой заряд появляется, электричество. Ждём, когда откроется проход, наверное, не? Алё. Или можно так залететь? В смысле? А, вот сюда надо, оказывается, обойти. Вот в чём прикол. Ух ты, он, оказывается, сзади. Так, давайте добивать его тогда. Наконец-то мы его остановим. Ух ты, что происходит вообще? Всё разваливается. Грузовик просто развалился вместе с нами. Но мы целые. Наконец-то давайте тогда поймаем этого вора. Вернём наш образец физвиджету. И все будут довольны, да? Надо подняться по этой лестнице ещё. Эта штука похожа на арену. Это, кстати, как в первой части, когда надо было сражаться против председателя Дрека. Там тоже, типа, арена такая была. Вот чекпоинт всё. И магазинчик. Патроны, как всегда. Готовимся к сражению. Вот тут у нас будет финальное сражение против нашего вора. А, всё пропало, Мегакорп. Забирайте свой империалистический экофашизм в другое измерение. Попрощайтесь со своим откровенным вредителем. Давай, кланк. Слишком медленный ты корпоративный локей. Окей, значит, теперь у нас тут бой один на один. Но его очень быстро убивать вообще. Просто очень легко. Смотрите. Очень много жизни мы сносим. Просто жесть. Это всё, что ли? Так быстро? Ты заставил нас немного побеспокоиться. Как ты думаешь, не нужно его останавливать? Уже не важно. Мы уже взяли то, что нужно. Отнесём это физвиджету. Рэчет, Спанк, это вы? Миссия выполнена, сэр. Этот образец ваш, цел и невредим. Как же это здорово. Просто невообразимо. Вы двое отличная команда. Мы были рады помочь, сэр. А нам нужны координаты для следующей встречи. Конечно, я еду на экскурсию по историческому месту добычи Мегакорп. Вот небольшой ответ на вопрос о хрупкости. Производство и горные работы Мегакорп неутомимо ведут галактику по пути к прогрессу. Посетите наше горное производство в пустыне, и вы увидите нашу самую ценную продукцию в истории. Когда мы только пришли, мы обнаружили планету, полностью переполненную тропическими лесами. Для того, чтобы лучше приспособить дикую природу, мы превратили непроходимые джунгли в пустыню, по которой легче перемещаться. Пионер технологии Мегакорп изобрел автоматизированную команду управления, таким образом исключая дорогостоящую мобильность и в то же время делая вашу жизнь богаче. Производство и горная работа Мегакорп продолжает идти к прогрессу и к прибыльности. Свяжитесь с инвенстерами уже сегодня. Этот объект все еще, эм, работает, сэр? Увы, нет, но оно погрузилось в истерию. Я загрузил подробности в ваш корабль. Встретимся там. О, а вот эпизвиджет. Та-ту-ру, та-ту-ру, та-та-та-та-ру. Что произошло? Все нормально. Просто были обломки на посадочной площадке. Это был наш звездолет. Не беспокойтесь за это. Он застрахован. Итак, вы получили доставку. Превосходно. Давайте, джентльмены, время – деньги. Просто сядьте и расслабьтесь. Как насчет летающей музыки? Упс. Он сделал это нарочно. Да нет, он просто немного отвлекся. Ну да, конечно. Хе-хе, давай. Нам надо как-нибудь отсюда выбраться. Не понял, что это только что было? Так, друзья. Остается теперь спросить, кто же на самом деле физвиджет. Потому что, ну блин, он специально сломал наш звездолет и специально выбросил в какую-то пещеру на планете Тобора. Как раз вот эта пустыня Мегакорп. Очень странно, друзья мои. Очень странно. Но, да, нам надо отсюда выбираться. У нас теперь нет звездолета. Не знаю, что теперь делать. Нифига себе! Вы только посмотрите на эту карту. Что это такое? То есть, вот у нас тут вот эта пещера. Потом мы доходим до вот этого знака вопроса. Ну а тут у нас что происходит? Смотрите. Это, походу, пустыня как раз. Я так понял, сейчас мы находимся в шахте, что ли. Тут как раз добывают ресурсы для продуктов Мегакорпа. Да вообще круто, получается, режим шока работает. Почему-то раньше он не работал. Блин, друзья, что же сейчас произошло? Почему физвиджет нас высадил сюда? Что за бред? О, что это такое? Розовый шарик нанотек? Странно. Ой, музычка такая прикольная. Саундтрек здесь, конечно, прям 10 из 10. Это нужно сказать. Я думаю, тогда дойдем до этой пустыни. И потом серия подойдет к концу. Давай-ка прокачаем уже наш дробовик. Уже давно пора. Ага, тут нас встречают сразу вот эти островки. Нужно осторожненько все это перепрыгивать. Потому что прям под нами находится куча лавы. Ну все, поднимаемся наконец-то. Ух ты, а это что такое? Здесь написано, в случае опасности разбейте стекло ключом. Подожди. Тут написано, используйте камень, чтобы разбить стекло, чтобы получить ключ. Чтобы разбить стекло, чтобы получить камень. О, обожаю логические головоломки. Посмотрим. Если разбить стекло с помощью... Решено. Ничего себе. Это значит, сейчас мы прокачали наш ключик. Смотрите, новый ключ. Не знаю, что это нам дает, но походу просто больше урона. Смотрите, реально какие-то розовые шарики непонятные появились. От нанотека. Интересно, какие у нас есть новые пушки. Ух ты. Есть лавиный пистолет. И за 100 тысяч. Это типа, не знаю, оскачивающая пушка какая-то. Не знаю, как это перевести правильно. Ну ладно, набиваем всех этих насекомых, дракончиков вот этих. Динозаврик. Тут еще спавнеры. Очень много жести. Целая куча. Давайте просто мимо пройдем тупо и все. Не буду вам мешать. Давайте вы там летайте. Я пока пройду. Ой, нужно свинкшот. Нужно свинкшот быстрее. Так. Все. Просто всех игнорим давайте. О, а здесь нам надо осторожненько парить, чтобы не упасть. А, отлично. Отдайте мне образец. Сейчас же. Но я не могу это сделать. У вас есть три секунды. Один. Два. Три. Я. Воу. Он, это, она? Какая вам разница? Где образец? Мы его вернули физвиджету. Ох. Из-за вас теперь галактика в опасности. Но, но, но. У меня нету времени что-то вам объяснять. Если вы хотите исправить беспорядок, который вы натворили, посмотрите на это. Оу, нет. Хорошо, что это была не маленькая Сюзи. Здесь, в испытательном центре Мегакорп, мы следим за тем, что купленная вами продукция была безопасная для вас и вашей семьи. Вот несколько продуктов, от которых мы отказались, чтобы обезопасить вас. Рогатка Тинни Тод. Ядерная мышеловка. Трусы для полетов. И газонные ниндзя. Так что в следующий раз, когда ваш тостер не взорвется в лицо, скажите спасибо испытательному центру Мегакорп. Да, она мощно разозлилась. Но какое отношение этот испытательный центр имеет к галактической опасности? Я не знаю. Тем не менее, я думаю, мы должны расследовать это место. Хорошо, тогда нам нужен корабль. Вот это поворот. Вот это поворот, друзья. Что это только что сейчас было? Оказалось, что этот вор, это просто какая-то девушка. Причем это вроде бы та же раса, что и Рэчет. Расса Ломбокс. What? Что только что произошло? Это получается все это время? Мы думали, что вор это злодей, а на самом деле, эта чувиха наоборот хотела спасти всю галактику. Что это значит? Физвиджет у нас злодей теперь? Офигеть. А мы-то думали обратное. Серьезно. Ну вот, собственно, та самая пустыня. О, кстати, тут еще один знак вопроса есть. Я хочу вот туда пойти, посмотреть, что там есть. Смотрите. Значит, все это время мы гнались за этим вором. Но этот вор, получается, хотел наоборот спасти. Ох ты. Все. Прокачалось. Но этот вор, наоборот, хотел спасти. Ну вот эта девушка хотела спасти галактику. Получается, что этот образец, это оружие смерти, что ли? Ну да, получается. Окей. Надо заледенеть вот эту воду. А, отлично. Это капец. Я не знаю. У меня нету других слов, друзья. Это просто переворот сюжета. Ага. Здесь нам надо стоять немного вот здесь, чтобы поднять эту платформу, да? А мы не успеваем. Да. Значит, надо сначала встать на эту первую платформу. Превратить все это дело в лед, да? Чтобы все это застыло. Так мы сможем подняться. Смотрите, дробовик теперь такой мощный стал. Просто искры такие летят от него. Мощные такие. Так, это тоже мы превращаем в лед. Прикольно. Слушайте, вот эти водопады. Теперь это как стенки. Можно спокойненько отскочить вот так вверх. Окей, я дебил. Окей, попробуем на этот раз тут не упасть. Вперед. Ух ты, мы уже почти дошли. Вот это да. О, а это что такое? Что? Планер? Офигеть, это что-то новенькое, друзья. У нас такого никогда не было. Значит, надо спрыгнуть по вот этой дорожке с красными стрелками, чтобы использовать наш планер. Или не знаю, как называется. Дельтаплан, что ли? Да, смотрите, это дельтаплан. Круто мы вообще летаем. Слушайте, это реально что-то новое. Это, конечно, очень особенная штука. И мы уже долетаем до нашей цели, я так понял. А наша цель? Вы серьезно? Платиновый болтик? Ну ладно, забираем. Хотя бы прокатились, да? Не просто так мы сюда пришли. Теперь мы знаем, что в этой второй части еще появился дельтаплан. А вот, кстати, наш сломанный корабль. И какой-то старичок, давайте-ка подойдем. Может, он сможет нам его починить. Добрый день, сэр. О, а вот мой корабль. Принадлежность это иллюзия. Все принадлежит космосу, не? Какой еще космос? Этот корабль мой. Уровень цы этого корабля слишком низкий. Только сила кристаллов может исцелить его. Кристаллы, сэр? Кристаллы. Как те, которые вы найдете в пустыне. Ну а раз у нас нет лучшей идеи, пойдем на охоту за кристаллами. Хорошо, этот старичок с помощью медитации, по его словам, может починить наш корабль, если ему принести кристаллы. Интересно, не обман ли это? Ну ладно, давайте попробуем. Как Рич сказал, у нас нет лучшего способа Нам надо собрать всего 10 кристаллов Давайте тогда пойдем вот на эту пустыню А вот я вижу уже самый первый кристалл Ломаем его Ух ты, прикольно А там что такое, интересно? Куда мы не можем забраться Не, нам нужны металлические ботинки Которых у нас почему-то нету А в первой части они у нас были Ну ладно, потом мы раздобудим И это уже второй кристалл, да? Это что получается? Это все как раз пустыня Сколько же здесь всего кристаллов можно найти? Вот это да Вы только посмотрите на эту карту Тут кстати есть скиллпоинт Если мы все-все-все кристаллы соберем Их по-моему где-то 100 штук надо собрать Нет, вы не ослышались 100 кристаллов, если мы все соберем Мы получим скиллпоинт Ну это просто жесть конечно же, друзья Поэтому давайте я просто тупо возьму 10 кристаллов И уйдем отсюда Потому что опять-таки же Если мы хотим пройти эту игру на 100% То да, надо будет собрать все-все-все кристаллы в этой пустыне Ну а сейчас этого делать не обязательно Сейчас самое главное нам двигаться надо по сюжету Еще два кристалла осталось, друзья Мы это сделаем Получается это должно быть очень интересно Именно для коллекционеров Которые любят собирать всякие необязательные штучки Например Или просто хотят пройти игру на 100% Но сейчас мы не для этого Поэтому да, все, я собрал 10 кристаллов И можно вернуться к нашему кораблю Давай старичок, не пытайся нас кинуть Просто почини этот корабль Да, кристаллы говорят со мной одним голосом А вот это было очень удивительно Приносите еще кристаллы И я вам заплачу болтиками Чего? Как он это сделал? Магия Да, чуваки, просто с помощью медитации Он раскрутил этот корабль как-то Крутанул его мощно Все запчасти просто соединились И все, он целый и невредим Но еще он сказал, что мы можем обменять еще кристаллы За болтики Прикольно, слушайте Если мы хотим накопить на РВТР Это самый лучший способ Мы можем тупо здесь собирать по всей карте РВТР стоит миллион Хорошо, тогда в следующей серии Надо будет отправиться на нашу новую планету Не помню, как она называется В общем, это центр экспериментов от Мегакорп Да, эта серия просто поворот сюжета Все оказалось наоборот То, что физвиджет на самом деле теперь злодей А этот вор оказалась девушкой Который, наоборот, пытался спасти галактику От этого образца Образец, получается, это оружие смерти Ну а на этом все, друзья мои Всем спасибо за просмотр С вами был Керплинг И если вам понравилось это видео Почему бы вам не поставить лайк Не подписаться бы на мой канал Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok